Дождливая погода стоит в республике второй месяц, а из-за проливных дождей в ряде областей подтоплены дома и сельхозугодия. Синоптики обещают дожди и до конца этого месяца. В связи с чем ситуация находится под контролем главы государства. Регулярно президент получает информацию от МЧС, а в конце минувшей недели в пострадавших районах Джалабадской области побывал премьер-министр Сорун Байджинбеков. Глава правительства встретился с местными жителями. Какие меры предпринимает МЧС и местные органы власти, расскажет Сайхал Султанкулова. Дом пенсионерки Айнагур Кабулбековой в ночь с 9 на 10 мая превратился в бассейн. Уровень воды поднялся так внезапно, что многие люди утром проснулись от ужаса. Тут даже пройти нельзя. У нас дом затонул за ночь. Понимаете, за ночь все развалилось, вода плещется под ногами, повсюду плавают вещи и ковры. Как теперь тут жить? Наш дом превратился в сарай, вы сами видите. Весенняя стихия не пощадила никого. В этот день электричество отключили, а дети не пошли в школу. Ветхие жилища были на грани обрушения. Грунтовые воды здесь поднимаются каждый год. Весной ситуация вообще близка критическая. Здесь нет ни водостоков, ни канализации, поскольку все эти земли в свое время были захвачены. Многие дома построены без строительных норм и без красной книги. Невозможно даже выходить. Дети в школу не пошли, света нет. Ну, жизнь, как говорится, ну, пещерный каменный век получается, как будто в старину мы живем. К ликвидации последствий непогоды незамедлительно были привлечены сотрудники МЧС. За ночь они выкопали водоотводы. Наши жители настолько уже увлеклись захватом земель и строительством домов, некоторые дренажные сети уже закрыты были. И с прошлого года мы открываем закрытые дренажные сети, и вот сегодня вот такая чрезвычайная ситуация у нас сложилась. Проливные дожди разрушили пристройку к дому Дамиры Султан-Мамытова и живущая в селе Койташ. Этот дом они возводили целых три года, и когда пришло время заселяться, дом рухнул. У меня внутри все горит. Хочу биться об землю и плакать, ведь этот дом мы строили годами. У нас на шее четыре кредита, что делать не знаю. Дом разрушается на глазах. В этот же день в Таласской области от шквального ветра и ливневых дождей пострадали больше 30 домов в селе Ахджар. Водой унесло около 20 овец, были смыты посевы. Где-то в два часа, когда гром и град был, как раз вот этот ветер был и упал, и как раз на десятку вольт упал. И этот, такой огонь был хорошо. Ни машины, ничего жертвы не было, слабость упала бы на наш дом. Сотрудники МЧС Таласской области отреагировали на ЧП незамедлительно. В селах Дулумского и Лукмыту привели в порядок разрушенные два моста и сейчас возмещают ущерб пострадавшим жителям. По Таласской области ущерб полностью подсчитан. Повреждена кровля более тысячи домов в результате шквального ветра. Сейчас совместно с Айлюкмыту проводим соответствующие работы. В этот же день в Баткенской области более 800 домов пострадали от сильного ветра, были смесены крыши многих домов, повалены деревья. Жертв, к счастью, нет, но ущерб огромный. В основном пострадало жилье жителей девяти сел Лелекского района. Разрушена кровля, 747 домов, а в Сулюкту смесло крыши двух школ и 91 дома. На месте до сих пор работают три группы. Подсчитывается общий ущерб. В Сулюкту предварительно ущерб составил 1,55 млн. сомов. В Баткене – 500 тысяч сомов. А в Лелекском районе сумма ущерба пока неизвестна. Там ущерб, по всей видимости, огромный. Разрушена кровля 747 домов. Ситуация, сложившаяся в регионах после селий, находится под контролем главы государства. Регулярно Алмазбек Атамбаев получает информацию от Министерства чрезвычайных ситуаций. А в конце минувшей недели в пострадавших районах Джауабадской области побывал премьер-министр Сурамбай Джеймбеков. Глава правительства встретился с пострадавшими от стихийного бедствия. Местные жители обратились к премьеру с просьбой решить их проблемы. Сурамбай Джеймбеков отметил, что ситуация находится под контролем. Соответствующие структуры ведут работу. Из-за проливных дождей поднялся уровень рек Чу и Аламидин. Сотрудники МЧС занимаются берегоукрепительными работами. В результате проливных дождей приток воды на трансграничной реке Чу увеличилась вдвое. А теперь вода смывает берега со стороны Кыргызстана, расширяя границы Казахстана. У соседей проблем никаких. Со своей стороны реки они ежегодно проводят берегоукрепительные работы. А из-за того, что русло реки поменяло свое направление в сторону Кыргызстана, 38 гектаров кыргызской земли в селе Милианфан достались Казахстану. В общей сложности потеряно около 500 гектаров земель. В настоящее время имеется 39 потенциально опасных участков, на которых сотрудники МЧС продолжают берегоукрепительные работы. В этот год на двух участках по реке Чу вот такие работы проводятся. Если бы со стороны Минфины выделилось бы до 200 миллионов сомов, то порядка 5-6 лет берега реки Чу со стороны Кыргызстана закончили бы. На реке Аламидин производится укладка камней. Теперь от селей будет защищено около 2000 дачных домов. В прошлом году вода вышла из берегов реки Аламидин. Водой были размыты многие дачные участки. Люди были в панике. Был нанесен огромный ущерб. В этом году благодаря сотрудникам МЧС, которые днем и ночью проводят берегоукрепительные работы, мы избежали потока селей. В этом году по итогам четырех месяцев работа производится на 119 объектах по всей республике. Фактически выполнена работа составляет 91 миллионов. Введено 73 объекта стоимостью более 70 миллионов. При этом защищено 3151 дворов, населенных фонтов и где-то 1500 гектаров сельпосугодия. Сотрудники МЧС по всей республике возводят селеотводные дамбы. В аильном округе Кюн-Тю в селе Чонг-Джар сотрудники МЧС уже завершают строительство второй селеотводной дамбы. В прошлом году было наводнение. Это наводнение у нас шло, когда дамбы не было, все шло через село на поле. В прошлом году составил большой ущерб. Все крестьяне дыхали, посадили огурцы, клевер, все уничтожило сельным. С помощью МЧС с прошлого года начали строить дамбы. Вот это вторая дамба. Вот в этом году, знаете, тоже дождливая погода, сильный дождь был. Первая дамба наполнилась, и вторая сюда, как вы сами видите, сельно хранилище тормозило воду, и вот это нас спасло. Тем временем МЧС обращается к гражданам с просьбой соблюдать во время схода с селей следующие правила поведения. Каждый человек, проживающий в селеопасном районе, должен знать, находится ли его дом в зоне возможного действия селя. Необходимо избегать строительства жилых домов в зоне возможного действия селя. Нельзя устраивать временные стоянки в руслах селевых рек. Необходимо заранее знать прогноз погоды. После прохождения селевого потока недопустимо спускаться в селевое русло после прохождения одного вала. За ним может последовать следующий. Нельзя употреблять в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Также сотрудники МЧС призывают людей своевременно застраховывать свои дома, чтобы иметь возможность получить компенсацию от стихийных бедствий. Напомню, страховые тарифы утверждены постановлением правительства от 1200 сумм в городской местности и 600 в сельской. Люди не страхуют свое жилье. Сейчас наглядный пример. Если этот житель данного дома застраховал бы свой дом, то страховая компания компенсировала бы данный ушиб. На следующей неделе синоптики вновь прогнозируют изменения погоды и ливневые дожди. В горных и предгорных районах республики селе опасно. На реках ожидаются подъемы уровня воды. О последствиях сели и как работает МЧС на сегодняшний день мы продолжим в беседе с министром чрезвычайных ситуаций Куатбеком Буроновым. Здравствуйте, Куатбек Айлчевич. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, Куатбек Айлчевич. Дожди продолжают идти. По прогнозам синоптиков, в следующей неделе тоже они обещают дождливую погоду. Естественно, в таких условиях у МЧС больше работы. На сегодняшний день что делает МЧС? Как вы работаете? На самом деле, действительно, прогноз правильный о том, что в мае месяц еще будут продолжаться ливневые дожди, там гроза и другие аномальные ситуации в погодных условиях у нас на территории Кыргызстана. Естественно, МЧС к этому готов. Мы работаем в усиленном режиме уже более месяца времени. Личный состав сегодня уже на местах проводит профилактические работы. Здесь могут ли вам помогать местные органы власти? Те же Айлю Кмытую. Они же знают ситуацию на местах. Они могут как-то тоже свои какие-то силы задействовать, чтобы предупредить такие последствия? За последние усиления работы уже дают свои плоды. Если я сам, будучи министром, знаю, если три года назад очень трудно было даже глава Айлю Кмытую поднять, для того, чтобы он занимался предупредением, это было очень трудно. В этом году мы уже ощущаем очень хорошую поддержку со стороны местной власти. Почему? Потому что они уже понимают, люди от них тоже требуют. Народ начал понимать, кто должен этим вопросом заниматься. Не только МЧС. Глава Айлю Кмытую является автоматически начальником гражданской защиты Аидного округа. В эти дни на заседаниях Джорку Кенеша вас критиковали депутаты парламента. Они сказали, что вы работаете как пожарники. То есть вы постфактум начинаете действовать. Стехийное бедствие произошло, а потом только вы приезжаете, что-то начинаете делать. Вот ваши комментарии. Вы действительно как пожарники работаете? Я здесь, пожалуй, не соглашусь. Конечно, критика со стороны депутата Джорку Кенеша мы принимаем. Определенно есть, скажем, реальная правда. Есть правда в этом тоже. Почему? Потому что, естественно, получается, в некоторых моментах мы приезжаем спасать людей. Или спасать территорию или, скажем, для ликвидации последствий через этой ситуации. Если взять, скажем, Сузаховский район, об этом я тоже знаю, когда депутаты говорили. Часто там было на примере опозин, которые произошли в последнее время в Сузаховском районе. Те люди, которые проживали в этой местности, это село Алмалублак, им предупреждение давали еще в 1994-1998 год. Да. Кроме того, просто так, не предупредить, им выделяли суды. Конечно, там говорят, что они получали какие-то другими бумагами, которые заменяют деньги, да, на обмен строителей материала. В конце концов, это все, говорят, мы потеряли. Ну, может быть, это так, но это в то время было так принято, что какие-то заемные бумаги давали, может быть. То есть им выделили средства для того, чтобы они переехали с этих опасных населенных пунктов. Еще выделяли им участки для того, чтобы они могли в другом месте построить себе жилье и оттуда уехать. Более того, в этом году уже в конце феврального месяца уже активно начали оповещать их о том, что здесь небезопасно. Более того, вы же знаете, там второй, когда его пользу сошел, накрыло семь дворов. Да. Семь дворов. А этих жителей, семь дворов, насильно, местная власть совместно с нашими спасателями, они насильно 20 апреля они их выселяли. То есть пытались выселить, они же не смогли их выселить. Выселили. А, выселили. Да, жители этих семь домов выселили. Это за семь дней до того, пока случился этот опозин. Понимаете? Если бы они там еще проживали, как хотели, вот так, 12 человек мы имели, ведь сейчас вот, скажем, потеряли. Они могли погибнуть. Погибнуть, да. Прогноз сейчас очень хороший сейчас дает. Синоптики гидрометслужбы. За три дня мы, 90% наш прогноза оправдывается, за три дня. Это краткосрочный прогноз называется. За неделю мы начинаем оповещать. СМС-сообщения по телевидению, по радио, по другим средствам массовой информации. Более того, у нас сейчас есть Центр управления кризисом ситуацией. Через Центр управления кризисом ситуацией мы делаем перехват каналов. Вы свидетели, сами знаете, да? Когда нам необходимо, срочно надо будет оповещать, мы, независимо от того, какая передача идет, вот с вами тоже мы работаем, у нас есть договори у нас, нажимаем кнопку, там уже прекращаются... Делаете заявление делаете, да? Да, то есть объявление, объявление. Да, объявление, оповещаем населению. В эти дни в Бишкеке прошла Генассамблея Международной Организации Гражданской Обороны. Вот это же хорошая площадка для обмена опытом. Скажите, пожалуйста, вот что нового вы узнали у своих коллег? Может быть, вы тоже своим опытом поделились? В первую очередь, это отчетная, скажем, конференция, сессия. Делает отчет генеральный секретарь, представитель исполкома о деятельности годовое. И, естественно, люди делятся своим опытом. Своим опытом, да. Здесь хочу отметить, просто вот народ тоже должен знать. Один из главных целей был, тут приехали около 50 стран. Мы показали им фильм о Игре Кочевников. То есть это был такой презентационный, да, скажете, фильм? Да, да. Горкомитет выступил Игре Кочевникова. Они пригласили глав делегации на осенне-сентябрьское, вот, второе Игре Кочевникова. На второе Игре Кочевникова, да. Спасибо, Куатбек Алчевич, что нашли время и пришли ответить на наши вопросы. Спасибо вам тоже. А я еще раз напомню, что у нас в студии был министр чрезвычайных ситуаций Куатбек Буронов.